Всем привет, ребят! Меня зовут Пиксель и сегодня, да, я буду играть в Minecraft Pocket Edition. Я не решил здесь что-то придумывать, что-то экстраординарное, не знаю, какое-то там необычное что-то, не знаю, там что-то я нашёл где-то и так далее. Сегодня, ребята, я просто буду выживать. Причём, знаете, что самое необычное? Что выживать я буду первый раз в своей жизни в Minecraft Pocket Edition. То есть, ребят, без преувеличения и без вранья вам, я серьёзно, я купил его, когда был в Москве. Я как бы думаю, если захотите, можете там у Рома поспрашивать, если он вам ответит. Я при нём его покупал, еле разобрался вообще, как скин тут поменять. Ник тут в итоге у меня вообще не пиксель, а пикселев, потому что мой ник кто-то занял. Не знаю, зачем это сделали. И в итоге, ребята, я вот сейчас нахожусь в Minecraft. Пожалуйста, помогайте мне, ребята, в нём разбираться, как тут вообще что делать. То есть, в том плане, что как тут, я не знаю, там, правильно выживать в нём, как в нём правильно, я не знаю, там, вертеть мышками. Можно как-то тут, можно, от третьего лица. Я вот пока что плюс-минус понимаю, как это всё работает, ребята. Надо, наверное, подальше, чтобы микрофон не улавливал звуки Майнкрафта. Наверное, вообще лучше на телефоне бесшумный включить. Ну и, конечно же, ребята, сложность здесь стоит самая обыкновенная нормальная. Давайте будем выживать, давайте будем добывать. Это будет самое обычное выживание, ребята. То есть, ничего сверхъестественного здесь не будет. То есть, просто цикл выживания на канале Пиксель, где я буду выживать исключительно в Minecraft Pocket Edition. Тем более, ребята, я напоминаю, в первый раз в своей жизни. Я раньше никогда этого не делал и, в принципе, не играл в Minecraft Pocket Edition. Многие меня просили, Пиксель, запиши Minecraft Pocket Edition. Запиши, запиши. Я такой думаю, ладно, выделю на это средства, запишу. Да, ребята, именно средства, потому что, те, кто не знают, к сожалению, iPhone, точнее, на iPhone Minecraft платный. Слушайте, ну, на самом деле, я думал, что всё будет гораздо хуже, но здесь, в принципе, достаточно интуитивный крафт. Только вот как разложить его, вот как разложить напополам, я не особо знаю. То есть, подождите, наверное, как-то, подождите, может, вот так вот надо, наверное, как-то крафтить. Здесь это, наверное, так работает. Окей, а также, что мы сейчас сделаем? Мы, конечно же, сделаем себе верстак обязательно. Так, замечательно. И, в принципе, слушайте, давайте найдём какое-нибудь прикольное место для нашего с вами домика. Знаете, очень непривычно, чтобы вы меня не видите, хотя я думаю, что как-то всё-таки это возможно сделать на этой версии. Во всяком случае, я это надеюсь. Если это так, ребята, вот если можно от третьего лица тут побегать, чтобы я периодически мог показывать свой скин, потому что у меня уже привычка такая, чтобы вести с вами диалог, и вы видели мой скин, то напишите обязательно в комментариях. И, в принципе, пишите в комментариях советы какие-то по этой игре, потому что я уверен, что многое здесь я не знаю. Да, я, в принципе, здесь ничего не знаю. Вот у меня ещё и подлагивает немножко изготовление верстака. Как-то долго ещё, знаете, тут достижения доходят до иксбокса. Как-то всё слишком заторможено, всё слишком странно. Давайте срубим себе немножечко, ребята, вот эту вот траву отсюда уберём. Она просто не раздражает. Давайте срубим немножечко еловых блоков для того, чтобы построить себе самый обыкновенный дом. В принципе, почему бы и нет. Я хочу построить себе дом. В этой серии, наверное, ребята, мы всё-таки с вами будем как-то разбираться, понимать вообще, как тут и что. В частности, я, а вы будете помогать мне в комментариях. А вот следующая серия, кстати, которая выйдет, если под этим роликом мы наберём, ну, 3000 лайков, вот тогда я буду снимать следующую серию. Это просто я пойму, что вам это понравилось, потому что мало ли вам это не понравилось, и я буду вас этим пичкать. Вот, например, как круглым выживанием. Потому что я вот посмотрел, последняя серия очень мало просмотров и лайков набрала. Я понял, что я это больше снимать не буду. Поэтому вот, чтобы вы знали, ребята, круглого выживания на канале больше не будет. Возможно, я когда-нибудь ещё его выпущу вторым роликом, но как основной видеоматериал этого больше на канале точно не будет. Всё, у меня есть 36 досок. Давайте ещё как-то в быстрый слот я хочу положить себе дубовые доски, потому что мне же нужно ещё как-то тут строить. И я не особо понимаю вообще, как тут работает система голода, но я думаю, когда я перестану бегать, я это пойму. Так, давайте где-нибудь вот тут вот построим домик. Окей, так, давайте. Кстати, я ещё заметил. Тут текстуры, как оказалось, с версии 1.14 на компьютере. Я думал, что немного другие, но нет. Те же текстуры, то есть, ну, просто адаптированные под мобильные телефоны. Так, господи, господи, как это непривычно, ребята, управлять вот всё моим этим, моим пальцем. Есть люди, которые там играют в Бэдварс даже как-то на телефоне. Ребята, вы просто, я не знаю, вы герои, наверное, потому что меня бы уже выбесило. И меня и на компьютере иногда выбешивает, когда меня убивают. Но вот чтобы на телефоне играть в Бэдварс, причём я видел там у некоторых ролики, они там прям, знаете, с такой силой, как его вот так вот нажимают, там всё убивают всех за 5 секунд. Я не знаю, как это они делают, ребята, честное слово. Я просто... Я не знаю, эти люди роботы, скорее всего. Я думаю, что в комментариях точно напишут, что пиксель, пиксель. Вот я играю на мобильной версии. В Бэдварс и в другие мини-игры. Ребята, вы молодцы, вы красавчики. Я вот полный нубик в этой версии, потому что я вот... У меня, оказывается, была кирка. Боже, я же говорю, я, ребята, просто... Я дурак, я дурак. Так, у меня есть топор, это меня радует. Знаете, было бы прикольно, если бы тут был какой-нибудь... Как это называется? Ну, мод, который срубает сразу деревья всё, но, к сожалению, этого здесь нету. Ладно, ладно. Будем так рубить. Мы с вами, ребята, непривередливые. Нет, конечно, привередливые. Мне бы хотелось, чтобы на основной всегда так было. Ребята, не знаю, почему разработчики Майнкрафта так не сделают. Добавляют кучу всяких новых и полезных вещей, но вот почему-то не хотят сделать, чтобы деревья сразу упадали. Не знаю, может быть, какое-то зачарование для топора добавили. Мне кажется, что это было бы гораздо круче, ребята. Если вы со мной согласны, то обязательно пишите это в комментариях. Слушайте, я хочу вернуться, наверное, в тот биом, откуда я непосредственно прибежал, потому что мне нужно, ребята, немножечко ещё дуба. Мне нужно ещё в забой. Я по-другому прочитал. Господи, думаю, Майнкрафт, что ты делаешь? В тебя же играют дети. Какая дурацкая шутка. Потому что, ребята, вот хочу дом достроить, мне нужен дуб. И где-то в этой стороне, где-то в этой стороне нужно особо, знаете, не вилять и не петлять, хотя я уже это сделал, чтобы я просто-напросто тут не заблудился. И мне кажется, я уже это сделал. Ну вот вроде... Вроде как вот этот дуб... Нет, это тоже ель. Господи, какое уродство. Я сейчас просто заблужусь под конец серии. И всё, ребята. И всё, и что потом буду делать? Ну вроде нет, вроде нет. Я нашёл этот биом. То есть мне просто прямо нужно будет бежать. Вроде как. Да-да-да-да-да. Просто прямо нужно будет бежать, и всё будет замечательно. Всё, теперь, ребята, нарубим немножечко дуба. Ну как, я, наверное, нарублю штук 20 сразу, чтобы мне дом достроить. Просто этого хватило. И, кстати, овечка, овечка, овечка. К сожалению, ты тут одна, но, в принципе, ничего страшного. Да-да-да-да. Куда ты? Стой, я не успеваю так быстро реагировать. Я хочу понять вообще, как тут играть, как тут драться. Посмотрите, опавшие деревья. А на Майнкрафте день 14 на компьютере такого вроде нету. Слушайте, прикольный эксклюзивный контент подъехал, как оказалось. Ну, во всяком случае, для меня. Я уверен, ребята, что все, наверное, процентов 90 моих зрителей играли уже в Майнкрафт Покет Эдишн хоть раз. И я вот такой вот отсталый. Я вам больше скажу, ребята, 70% моей аудитории смотрит меня с мобильных или планшетных устройств. То есть не с компьютера. С компьютера меня смотрят что-то процентов, наверное, 25, 5% что-то вроде с телевизора. И вот около 70% меня смотрят с телефонов. Я, на самом деле, когда готовился к этому ролику, специально посмотрел эту статистику. И, на самом деле, пришел немножечко в шок. Потому что я думал, что меня в основном все смотрят с компьютера. То я думаю, почему на стримах так мало людей? Почему так мало людей? Я вот думаю, что если на телефоне я буду стримить, ну, то есть телефонный Майнкрафт, я думаю, что мы любой сервер с вами, ребята, сможем просто захватить и колонизировать полностью. Даже пустые сервера там по тысячу человек сможем набивать. Мне так кажется. Потому что, во-первых, мы с вами огромные молодцы, ребята. В частности, вы. Потому что вы очень активны. Прям я думаю, что у меня одна из самых активных аудиторий, в принципе, в сфере Майнкрафта. Но если нет, в любом случае, самая любимая аудитория. Потому что, ну, потому что, да, потому что вы крутые, ребята. Так. С другой стороны, опять же, потому что 70%, ребята, вот вы представляете, вот из 100 человек, вот чтобы вам было понятно, из 100 человек 70 меня смотрят с телефона. Это, это, это большая цифра, как мне кажется. Так. Я добываю дуб. Сколько у меня там уже? Сколько у меня? У меня телефон уже нагрелся, потому что запись идет. 19, 19, 19. Давайте вот это вот последнее дерево, последнее дерево. Мне еще провод мешает от зарядки. Господи, какое уродство. Это так неудобно. И давайте потихонечку возвращаться, чтобы я не заблудился. И уже возле нашего недодома закончим. Возле нашего недодома закончим, потому что уже и ночь, ребята. Ой, е-мое, сейчас мобы будут. Короче, я, наверное, знаете, что сделаю? Я вот сейчас убью эту свинью. Это первым делом. Потом закопаюсь просто на ночь. И уже в следующей серии, ребята, мы с вами достроим полноценно дом. И так далее, и тому подобное. Но, опять же, если мы под этим роликом наберем 3000 лайков. Только, только, только при таких условиях, ребята, ролик выйдет. Вот ни при каких иначе. Вот только 3000 лайков. И тогда я начну снимать новый ролик по Minecraft Pocket Edition. А пока я пытаюсь убивать свиней. И я не понимаю, как люди дерутся там в Sky Wars и в Bed Wars, ребята. Я просто не понимаю. Ой, уже очень темно, ребята. Очень темно. И я опять, я вроде заблудился, ребята. То, чего я и боялся. Вот овечка, это единственное, что меня радует. Но я вроде как заблудился, ребята. Это, это просто ужасно. Это, это, это катастрофа, ребята. Это катастрофа, бедствие, теракт. Я не знаю, что еще сказать. Короче, я сейчас, наверное, буду закапываться прямо здесь. Потому что до дома я уже не дойду. А, нет, я дошел. Я дошел до дома. Все, ребята, я буду сейчас закапываться. Всем огромное спасибо за просмотр. К сожалению, не могу вам показать себя третьего лица. Но если вам понравилось это видео, ребята, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики уже не только по обычному Майнкрафту, но, судя по всему, и по Майнкрафт Покет Эдишн. Напоминаю, что ролик выйдет, как только наберется 3000 лайков. Также забегайте на мой второй канал. Я там тоже выживаю, но не на Майнкрафт Покет Эдишн. На этом все, ребят. Всем удачи и пока-пока.